Здесь представлены самые разные породы собак и даже вот такие, так называемые, карманные собаки. Его зовут Армани. Ему всего год, но несмотря на свой юный возраст, он уже принимал участие в выставке и даже завоевал звание «Лучший юнивор в своей породе». Дождь, холодно, но на центральном стадионе собралось немало зрителей. Здесь же и кинологи вместе со своими питомцами. Русские тойтерьеры, болгарские овчарки, американские питбули. Многие из них приехали издалека. Латвия, Польша, Болгария, Украина – вот лишь несколько стран, откуда приехали участники. В соседней Молдове выставки такого уровня тоже еще не проводились. Так как мы напрямую состоим во всемирном кинологическом альянсе и увидев уровень прошлых лет наших собак, поголовье, уровень выставок, поэтому было предложено провести такой кубок мира здесь у нас. Кинологи могут рассказывать о своих питомцах много и долго. На этой выставке было много желающих больше узнать о болгарских овчарках. Никто не знает, когда они точно появились в Болгарии. Известно только, что это очень древняя пастушья порода. Раньше таким собакам доверяли пасти домашний скот. Еще одна особенность – они отличаются добродушием, но злить их нежелательно. Говорят, что какой народ такие собаки. В Болгарии такие веселые люди, тогда и собаки веселые. Иногда злятся, но есть и такие, которые кусаются. Но только когда охраняют дом. Судейская команда, как и сама выставка, тоже была интернациональна. В нее вошли эксперты из разных стран. Они и оценивали, говоря профессионально, экстерьерные признаки собак. Собак оценивают первая породность, соответствуют ли они своей породе. Опять-таки, все ли у них в порядке, зубы и так далее. Для кобелей это семенники, мы называем так, да, что должна быть обязательно норма. Иначе они не могут допускаться до разведения и не могут, в принципе, участвовать в выставках. А пока эксперты знакомились с участниками выставки, зрителям не давало скучать шоу-программа и розыгры щенков. Многие, кстати, пришли как раз в надежде выиграть такой не совсем обычный приз. У меня есть билетик лотерейный, на таксу, конечно, не надеюсь, но на какой-то памятный приз вполне возможно. Выставка впечатлила не только зрителей. Уровнем ее проведения остались довольны международные эксперты и организаторы. А значит, у Террасполя есть шанс и на будущий год принять один из этапов Кубка мира. Алла Чмаченко, Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский.